На прошлой неделе Ренийская райгосадминистрация организовала в районном Доме культуры собрание граждан. На повестку дня был поставлен вопрос о повышении тарифов на содержание многоэтажек, а также о правомощности передачи жилфонда в управление Одесской жилищно-эксплуатационной компанией. За последние годы многоквартирные дома стали иметь жалкий вид. Поломанные парадные двери, выбитые стеклы, путаница каких-то проводов, отсутствие освещения, забитые трубы канализации, отвалившиеся желоба для стока воды – все это мы видим на каждом шагу. Содержать многоэтажные дома, когда тариф составляет всего 1 гривню 20 копеек за квадратный метр, уже невозможно. Это признают все. В лучшем случае денег хватает только для того, чтобы раз в месяц мыть подъезды и содержать дворника. О каком бы то ни было серьезном ремонте при таких тарифах говорить вообще не приходится. Вопрос о поднятии тарифов был поднят еще год назад. Мы подавали в городской исполнительный комитет три раза свои расчеты на то, какой должен быть тариф. У нас расчет был 2 гривна. Ну, понятно, что 2 гривна – это чисто, как говорится, для поддержки штанов. Это устранять аварийные ситуации, убирать. Ребята, если вас не устраивает, то у вас есть право выбора. С другой стороны, повышать тарифы крайне проблематично, поскольку платежеспособность большинства нашего населения очень низкая. Люди и без того пострадали от значительного роста цен на природный газ и электроэнергию, которые установлены нашей родимой НКРЭ, то бишь Национальной комиссии по регулированию цен в энергетике. Сегодня для населения необходимость повышения тарифов еще из-за содержания домов – это очень и очень больной вопрос. Выход один – найти наиболее эффективную и экономную систему содержания многоэтажек, а также привлечь инвестиции и государственные субсидии. Если говорить об эффективной системе, любой экономист скажет, что объективно путь только один – уход от маленьких ЧПшек и создание одной, максимум двух на весь город домоуправляющих организаций. К этому выводу, кстати, в свое время пришел и наш общий знакомый. «Двенадцать лет назад были созданы объединения собственников квартир. Четыре или пять. Почему объединения собственников квартир не пошли и не прижились? И в Украине они тоже будут слабые. Потому что собственники квартир – дом один. Если собраться, и вы будете управителями, и все подбивают, потому что вы создавали СНД. Объединение собственников квартир – два-три дома не в состоянии содержать. Нужно бухгалтера, нужно контролера вводить, нужно дворникам – не получается. Четыре-пять СНД распались. Это еще десять лет назад. Почему? Потому что, чтобы в управлении было 12-15 домов, тогда хватает один контролер, один бухгалтер и так далее. И тогда можно содержать». Но вместо того, чтобы с карандашом в руке сесть, посчитать, взвесить и предложить гражданам новую модель управления жилфондом, некоторые политики, ничтоже сумняшися, откровенно на этом спекулируют, выдавая из себя ярых борцов за народное благосостояние. «Ко мне начали обращаться люди с просьбами коллективными, не просто поодинокими, и не просто политические партии и общественные организации. Люди целые дома собирают подписи, чтобы разобраться в том вопросе, который я только что озвучивал. Я не мог не реагировать на эти письма и просто тупо отписывать их назад в городской совет, в городскому голове, чтобы он разбирался. Я понимаю, что люди, если обращаются в райадминистрацию, значит, у них уже просто прошли какие-то определенные круги и не получили те ответы, которые бы их устроили. Мне пришлось создать комиссию из числа депутатов, общественников, специалистов в области жилищно-коммунального хозяйства для того, чтобы они разобрались». Представитель президента в Ренийском районе подверг критике действия муниципалитета, однако другого выхода из ситуации не предложил. А между тем… «Нам досталось наш жилой фонд в очень ужасном состоянии. Будем так говорить. Весь жилой фонд у нас, все крыши текут на сегодняшний день. То, что делалось с предыдущей властью, все крыши на сегодняшний день, все потекли. Вы все ко мне приходите. У нас выход один. Либо мы поднимаем коммуналку, ну, плату за коммунальную, либо наши дома через год-два просто рухнут». Итак, отбросив эмоции, давайте подумаем, что делать в этой ситуации. Тем более, что законодатель требует провести реформу в сфере жилфонда уже летом следующего года. Один из способов смягчить неизбежное повышение тарифов – это прибегнуть к государственным субсидиям. И во всех городах и весях Украины люди активно ими пользуются, покрывая часть своих коммунальных затрат за счет государства. Однако в Ренийском районе с выплатой субсидий возникли очень серьезные проблемы. Сложилась задолженность за прошлый отопительный сезон. Не начислены летние субсидии. «Вам государство выдало субсидии. Выдается субсидии. Подождите секундочку. На сегодняшний день есть субсидии по оплате есть. Должны быть субсидии. У вас субсидии не назначались еще с прошлого года. Вот сидит Сергей Александрович. Еще летом я поднимал вопрос. Когда я появился в отделе соцслужбы, мне просто Сергей Александрович сказал, что это не твое дело, не твои полномочия. Понимаете? Сегодня там убита полностью. Полностью. Вся структура работы там убита. Понимаете? Вы все стоите по 5-6 часов на сегодняшний день». Из-за того, что в последнее время крайне неудовлетворительно работало Управление социальной защиты, которое является структурным подразделением райгосадминистрации, страдали не только граждане, которые часами простаивали в очередях. Деньги за оказанные населению услуги не получили такие предприятия, как газовое хозяйство, РЭС, Водоканал. Задолженность по субсидиям в нашем районе превысила 10 миллионов гривен. «Сегодня где субсидии? Самый главный вопрос. У нас стал Водоканал. Из-за чего? Потому что нет, вам не выплачиваются деньги по субсидиям. У нас 10 миллионов гривен и долг. В течение года. Что делала администрация? Скажите мне, пожалуйста». «У нас в Одессе все абоненты наши, это наши партнеры, люди, с которыми мы работаем, они все получают без исключения субсидии в полной мере. У нас задолженности по субсидиям нет». Однако многие жители Рени не восприняли намерение муниципалитета передать городской жилфонд в управление специализированной Одесской жилищно-эксплуатационной компании, которая изъявила готовность работать в нашем городе, подала документы на конкурс и выиграла его. «Неужели у нас в городе нет ни одной нормальной ЖКХ, которая бы эффективно работала? Нужно создать комиссию, определить, какая из ЖКХ нормально работает, и дать тем людям работать нашим местным. Никакие одесситы у нас порядок не сделают». «Желающие есть» – это предприниматель Сергей Лукьянченко. «Самое главное – это кто управитель. Председателем может быть любой житель этого города. «А кто будет управлять домом?» «Они назначили меня управителем». «И в ваших домах вы будете управлять?» «Я пока трех. Но если будет желание людей, мы готовы на сегодняшний день делать». Пока Сергей Лукьянченко согласен работать по старому тарифу – гривна 20. И постепенно его увеличивать. Что касается ремонта многоэтажных домов, то здесь Сергей Лукьянченко предлагает владельцам квартир вносить отдельную плату. Например, на ремонт крыши по 200 гривен ежемесячно с каждой семьи. «И я вам скажу, что глаза боятся, а руки делают. Даже если взять дом, 60 квартир, и крыша 100 тысяч стоит, то если взять кредит, то, я вам скажу, это выходит 150. Разделить на год – это по 200 гривен семьи». Смогут ли владельцы квартир, помимо квартплаты, ежемесячно сдавать по 200 гривен на ремонт крыши? Вопрос, как говорится, риторический. К сожалению, на собрании граждан дебаты по поводу реформы носили не столько предметный, сколько эмоциональный характер. Причем председательствующий на собрании Сергей Белюк взял на себя и функции звукооператора, выключая микрофоны, когда ему не нравилось то или иное мнение. Вот такая у нас демократия. Сергей Александрович явно получал удовольствие от публичной схватки двух мэров – бывшего и действующего – и даже не мог скрыть улыбки. «Здесь два пункта. Очень серьезно. Первое – превышение служебных полномочий. И второе – элементы коррупционных». Сергей Степанович, скажите… «Меня как горы сегодня интересует, что сделано было за 15 лет для этих домов? Кто забил до этого убожества? Скажите мне, пожалуйста, до этого убожества?» В завершение собрания господин Белюк поставил вопрос о повышении тарифов на голосование, хотя прекрасно понимал, что согласно законодательству такие вопросы на форумах граждан не решаются. К чему было устраивать этот спектакль – непонятно. Пошумели, поругались, а проблема осталась. Скажем прямо, представитель президента в Ренийском районе не может или не хочет найти общий язык с городским и районным советами и конструктивно решать многочисленные проблемы граждан. «Сегодня на мои неоднократные просьбы помогает Александр Игорь Жубранский, Анатолий Игоревич Шурбанский, но не глава администрации. Меня заделал именно тот момент, когда вы начинаете реницам говорить о том, что вот Урбанский, председатель Роблсовета, сюда валивает деньги. Я не говорю, что они решили проблему для Рения. Они решают большую проблему для Рения. Сколько денег сегодня выделено от запасного бюджета? Сколько. Сколько? Сказать людям? Почти 20 миллионов. Когда было 20 миллионов? В заключение собрания городской голова Игорь Плехов пообещал жителям города, что вопрос реформы в жилищной сфере еще раз будет обсужден в каждом дворе, в каждом доме. Если граждане хотят создавать общество со владельцами квартир и самостоятельно решать все вопросы обслуживания своих домов, то им это право, конечно, будет предоставлено. Главное, чтобы нашлись люди, готовые взять на себя эту сложную и хлопотную работу. На эти грабли мы уже наступали. Попробуем наступить еще раз. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ